Приобретать автомобили по доверенности не стоит, говорят специалисты. Лучше обратиться в сервисный центр для переоформления. Как проходит экспертиза и что при этом можно обнаружить, выясняли наши корреспонденты. В сервисном центре автомобиль проходит проверку по всем базам данных. Но бывали случаи, что вполне легальный транспорт оказывался на самом деле двойником. Поэтому, чтобы установить подлинность, здесь делают экспертизу. Сейчас специалисты выясняют, настоящие ли номера двигателя и кузова с этим автомобилем все в порядке, а бывает и наоборот. В январе текущего года обратился гражданин по поводу перерегистрации автомобиля Mercedes Vita, который он приобрел по доверенности. В ходе проверки по имеющимся базам было установлено, что автомобиль находится в розыске. Также был выявлен автомобиль Daihatsu, приобретенный также по доверенности по генеральной. Гражданка обратилась по поводу утери свидетельства о регистрации. В ходе осмотра было установлено, что элементы номера кузова варены кустарным способом. После того, как эксперты сверили номера агрегатов, автомобиль осматривает уже сверщик. Его задача выявить соответствие машины с заданной конструкцией. Незаконные переделки, говорят, выявляют каждый день. Существующее мнение, что оформить доверенность дешевле, специалисты называют ошибочным. Экспертиза стоит до 200 гривен, а на все оформление уйдет не более пары часов. Я советую обратиться к нам сейчас. Договора о купле-продаже составляются у нас бесплатно. Человек взял владельца, переоформил, перерегистрировал и может ездить спокойно. Квалифицированные работники экспертной службы проверят автомобиль, номер кузова, номер двигателя, чтобы номерные агрегаты не изменялись. И тогда человек уже будет уверен 100%, что автомобиль честный. И он его сможет спокойно переоформить в сервисном центре. Как говорят специалисты, первое, что может вызвать подозрение при покупке транспорта, неоправдана низкая цена. Только за прошлый год было обнаружено более сотни перебитых или переваренных номеров кузова и двигателей.